приветствую вас давно я с вами не разговаривал вообще давно на связь не выходил завтра выходной но у меня там есть скажем так в запасниках одна запись недавняя буквально мне тут как-то вечером было скучно думаю дай-ка я с вами пообщаюсь но я ее не разместил поэтому знаете там что называется по волнам моей памяти или полный бред короче говоря ну смотрите вот а потом уже что-нибудь другое расскажу ближе к выходным у меня настроение другое сегодня у меня рабочий день начинается в час только мне в таком хорошем настроении успел проснуться спокойно много кофе выпить кофе с собой взять кофе надо бороться как-то чай не хочу воды столько я не могу выпить сколько кофе вот поэтому смотрите пока этот влог день-два и я сниму свеженькие прекрасного вечера прекрасного дня у меня не было в планах ничего снимать я просто расположился сегодняшний день был великолепен прекрасная погода все хорошо и так далее но какой-то знаете настроение бывает мажорное бывает минорное вот я ушел куда-то в минор потому что кто-то говорит депрессия не нравится слово депрессия я говорю минор у меня возникло желание что-нибудь досмотреть ну во-первых я досмотрел тот сериал который я вам советовал труман против лебедей потрясающие актрисы мне очень нравится мне очень нравится актрисы я очень часто обращаю внимание на то что очень многих голливудских актрис нет пластики нет элементарных ботоксов филлеров и прочее я не беру в расчет деми мур она играла свою определенную роль очень хорошую маложавую и так далее у нее все хорошо получилось за это деми мур можно любить и за деми мур и и за ее замужество и то как она к своему супругу относится оставим это соответственно смотрел этот сериал думаю что посмотреть дальше блин я столько всего пересмотрел что у меня выпало что же я дальше себе а великая красота я включил великая красота и я чувствую что он пробуксовывает пробуксовый процесс до тех пор пока вдруг не пошел саундтрек и трек был рафаэлло карам не знаю насколько вы помните рафаэлло для меня это 80 год это олимпиада я помню тогда ради тогда вообще все кто в москве и ближайшем подмосковье детей куда-то отправляли чтобы чтобы они лишь не дай бог не увидели вот мы в тот момент наверное где-то были в ближайших республиках вероятнее всего наверное мы были вот мы были в сухуми и так далее и я помню после олимпиады закончилась всем можно было вернуться дома было огромное количество жевачек пакетиков с соками знаете вот пакетики с раскручивающимися штуками огромное количество не огромное количество от джемы из финляндии в финляндии есть какое-то место в котором производят джем это было вкусно это было немножко знаете так капитализма который нам попал под помимо мишки который улетал вместе под по песню до свидания наш ласковый мишка короче говоря это было все великолепный как вот что-то здесь и рафаэлла кора рафаэлла кора на самом деле появился даже некий видеоряд где она в россии она в россии возле храма христа спасителя в коломенском и так далее я запомнил роскошнейшую итальянку с огромнейшими глазами прекрасной улыбкой губами то как она исполняет и прочее тут понеслось я всегда говорил что я обожаю просматривать что-либо если я включил рафаэллу я просмотрю и и так далее сожалению уже нет но то что как она исполняла педро даже не помню что она еще исполняла но на самом деле большое количество ее песен были ну настолько я бы не стал фривольный и так далее в итальянском стиле слушайте там что-то как каминча ту и прочее ну смысл такой что если тебя твой любовник тянет в кровать и он пуст отвечая ему устотой а если у вас захочет любви то ответь ему любовью и прочее там еще была песня про триест короче говоря не не помню не помню когда я помню мелодии не всплывает о чем она пела забавно весело то есть это конечно не шестьдесятый не семидесятый это уже восьмидесятый то есть отголоски того что было раньше ну очень-очень приятно но опять же для меня это ностальгия вот и это все мне навеяло на самом деле великой красотой рафаэла кара боб синклер и роскошнейший клип который был тогда боб синклер а а фар ла море каминча ту а фар ла море каминча ту вот это как раз ли оно всплыло ну ладно короче говоря в итальянский не будем вдаваться я решил остановиться не захотел смотреть с чего все произошло кто-то из вас мне посоветовал посмотреть мертвые души но это не тот старый сериал в котором был калягин шукшина чурикова а современный где какой-то современный чиновник едет куда-то по городам и весям честно говоря это вызывает только такс тоску не знаю то есть воодушевление никакого это не классика на меня это давящее впечатление оказывает поэтому я остановил его вот и погрузился глубины интернета что еще может не дать то есть соответственно меня вы вывело на великую красоту потом вам обычно выпадает ряд рекомендуемых вы не поверите мне выпало первое гляжу в озера синие давайте то есть те кто моего возраста или старше меня вы наверняка знаете это ольга вранец то есть настолько красивую песню таким голосом исполненную более пытливые люди наверное захотят послушать и так далее для меня это просто не знаю это это мое детство если раньше я бы знаете песни из колонного зала дома союзов там за здесь ольга вранец здесь силантьев кто моего возраста тот поймем вот раньше это не воспринималось а сейчас воспринимается такая глубина голоса потрясающе то есть поэтому это значит знаете гляжу гляжу мазер блин короче нужно больше говорить гляжу в озера синие в полях ромашки рву зову тебя россии единственный зову потрясающие слова конечно на самом деле и музыка и велика советском союзе были меккале ну любил гернин языкин мы не будем вспоминать это конечно тоже мой большой большой краш и если допустим есть настроение я включаю все это и у меня появляются и ольга вранец сейчас уже языкина и она герман и сенчина услышите сенчина сенчина и маленький принц с чем вас ассоциируется сенчина интересно любила сенчина помнить такую у меня было два две певицы которых я ассоциировал почему-то рядом сенчина и толкунова знаю почему настолько милые были ну ассенчина у меня ассоциируется с песней из я торможу немножко из 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 блин короче кинофильм про декабристов звезда пленитного счастья то есть звезда пленитного счастья такой потрясающий актерский состав баталов павел крадочников инокентий смахтуновский или на кубченко просто можете смотреть и смотреть перечислять и сенчина я честно говоря сейчас сомневаюсь она исполнила или кто-то друг слушать мне это камбурова камбурова наверное исполнила я не буду вот эти заходы совершать типа ребята напишите кто исполнил наверное елена камбурова исполнила еще не сшит мой наряд подвенечный и хор в нашу честь не звучит это красиво я помню картинки из я помню картинки именно из этого фильма там где и зимний был там где где-то наверно в крыму они прекрасная сцена берегу моря сибирь инокентий смахтуновский который пишет письма где они отказываются от своего имущества и прочее красиво что еще вспомните то есть я очень люблю саундтреки саундтреки к фильмам я обожаю к примеру долгую дорогу в дюнах там нет слов но какая музыка согласитесь не знаю нравится не нравится вот теперь я скажу к примеру вот соберитесь и что вам запомнился с детства слушайте сколько было прекрасного шварца агуджавы кстати говоря вот я вспомню звезда пленительного счастья музыка шварца а слова были агуджавы вот эти самые слова еще и не шип модель от подвинею что чего-то еще помню эммм эмм эмм эммм 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 эмм 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 Когда песня исполняется, у всех такие надежды, как всё хорошо, Новый год наступает и так далее. Вы слышали? Вы читали, о чём эта песня? Уверяю, что нет, она не настолько оптимистичная, как нам всем кажется. Послушайте её. Посмотрите на лирику, она совершенно другая. Через паузу я решил включить Малену. Малена, не помню режиссёра, итальянский фильм. Блин, я актёр не помню. Роскошнейшая итальянская актриса. И сейчас, конечно, я выключусь, смогу и посмотреть. Блин, ну как я мог забыть актрис? Я помню, как выглядит её муж, как выглядит её дочь. И мне сейчас придётся включиться. Ну, короче, потрясающий фильм Малена. Это Италия, времена Муссолини. Очень простой сюжет. И как девушка, женщина теряет своего мужа, который уходит на войну и не возвращается, получает известие о том, что его больше нет. И нужно бороться, ходит на работу и прочее. Насколько жестокие люди, женщины в том числе, о первой любви. На самом деле, всё это передаётся глазами подростка, который её любит и который следит за всей этой историей. Моника Белуччи. Вот, я вспомнил. Слушайте, самая красивая женщина, наверное, Италии. Актриса. Ладно, окей. И посмотрите, пожалуйста, если захотите. Малена. Сложный фильм. Это драма. Как развивается её жизнь. То есть, мало того, что это очень сложные сороковые годы. Италия, фашистская Италия. Как развивалась. На фоне потери мужа, предательства, хейта со стороны людей вокруг. Потом... Рассказываю. Потом на днях встречались с Аней. Она притащила мне журнал. Очень забавные интерьеры. И лучшие дизайнеры России. Ну, мне понравилось. Приятное впечатление. У меня сел телефон. Поэтому я... Я не пересматривал, на каком моменте я закончил. Вдруг всплыла. Сочтите меня. Какой-нибудь зануды. И так далее. Вот. Ну, то есть, это лайф-влог. Что хочу, то и говорю. Это мой влог. И тут у меня вдруг всплыла... Я очень люблю Жанну Бичевскую. Камбурову. У меня сегодня всплыла вдруг в рекомендуемых. Мариля Радович. Поставьте лайк. Кто помнит. Я не говорю любит. Кто помнит. Марилю Радович. Мариля Радович. О, блин. Калерови Ямарки. Помните, может быть, разноцветные ярмарки? Очень забавная была песня. Слушайте, это времен моего советского детства. Это 70-е, 80-е. Какой-то там Сопот. Кто знает, где город Сопот находится? Поставьте лайк. Удивительно у меня детство было. Слушайте, я вспоминаю Грузию, Украину, Абхазию, Белоруссию. Вот этот бывший Варшавский договор и так далее. Я надеюсь, я никому не наступаю здесь ни на какие... Ни на что я наступаю, короче говоря. Но... Слушайте, у меня, допустим, в Ютьюбе может выходить Як Йо Алла. Блин, не помню исполнителей Прибалты. Что-то про осень было. Всё, мысль не та и так далее. На самом деле, у меня больше сейчас застряло... Я помню Юрия Кима. И я помню Камбурову почему-то на реках Вавилонских. Помните на... Почему я помню? Чаще всего всплывает by the rivers of Babylon we sat and cried. Это... Кто? Бониэм было. Но это, знаете... Hey, hey, Распутин, lover of the Russian queen. Нет, я так не воспринимаю. Я Библию воспринимаю немножко глубже, иначе и так далее. Это было там, возле река Вавилонских, где мы сидели и плакали. К нам приходили... Смеяться, и говорили, что вы сидите и плачете. Что вы сидите и плачете. Да, Иерушалаем, ты в сердце моем. Кстати, я не был в Иерусалиме. Так не собрался. То есть я не видел святую землю, я не был возле стены плача. Так что, знаете... Иерушалаем, сердце мое, что я спою вдали от тебя, Что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Кстати говоря, если в Библии смотреть на этот... Стих. Не сонет, а стих. То он совершенно иначе звучит. Ну, ладно. Это так. Мысли, слух. Короче. Обожаю музыку. И музыка, в моем понимании, она совершенно разная бывает. Точно так же, допустим, YouTube мне может выдать друг... Помните Сан Рэма? Альбаны Рамино Пауэр. Филичита. Или Рики Повери. Не знаю. То есть, мне кажется, у меня было достаточно интересное детство. Оно было наполнено телевидением, книгами, музыкой, впечатлениями. Слушайте, я жил в военном городке, и я очень хорошо помню, что, допустим, ты во дворе с ребятами где-нибудь, с одной стороны пятиэтажка, с другой стороны пятиэтажка, с одной стороны Алла Пугачева, всё могут короли, к примеру. Чаще всего, конечно. Ну, если у вас субботний вечер, стол накрыт, ну, конечно, всё могут короли. А с другой стороны, Modern Talking, к примеру, забавно. Короче, а с тобой понесло, как обычно. Я не знаю, буду я размещать этот блок или нет. Я его размещу, может быть, ближе к выходным или не выходным. Слушайте, он воспоминательный для меня на самом деле. Я просто пытаюсь вспомнить музыку, которая для меня очень-очень примечательна. Джо Досен, Мирай Матья, помните таких исполнителей? Серж Гинсбург. Ну, конечно, Джейн Биркин вместе с Сержем Гинсбургом. У кого Суга Биркин есть, поднимите руки. Конечно же, названная в честь Джейн Биркин. Конечно же, прекраснейшая Марлен Дитрих. Марлен Дитрих в фильмах Blue Angel. Нюрнбергский процесс. В Нюрнбергском процессе она была просто великолепна. О ее песне Лили Марлен, к примеру, прекрасно. С Лили Марлен она проехала, то есть она уехала из Германии, несмотря на то, что ее готовы были обласкать всячески тамошние правители. Она уехала, она улетела в Штаты, она путешествовала по... Вернее, не путешествовала, она выступала на фронтах в Италии, во Франции, в Нормандии, в Великобритании, в Ирландии, Исландии и так далее. Потрясающая женщина была. Вот, поэтому Лили Марлен это великолепно. Или вот была песня, буквально недавняя, куда исчезли цветы. Окей. Лили Марлен, Марлен Дитрих. Кого еще вспоминаете вы? Анна Герман? Анна Герман и Лев Флещенко. Великолепные. Хотя тут недавно у меня всплыла... Если я не готовлюсь, я не помню имен. Мне твоя душа наисходная проповеда о том, что любовь прошла. Все. Памяти нет. Пишите. Пишите. Кто? Про кого я думаю? Мне твои глаза цейта виски. А по Тверской неглинный пух летит тополиной. Блин. Наташа швидлицкая. Как я мог забыть. Да, были времена. Вот. Ну, короче, я забываю, что же поделать. Ладно. Короче, все это были некие воспоминания. То есть, вот в таком примерно формате мог проходить прямой эфир. я не хочу прямых эфиров. Честное слово. Потому что это напряженно. Это нужно как бы общаться. То есть, это читать, проверить звук и так далее. Я не хочу напрягаться. Честное слово. Простите меня. То есть, вот сейчас я как бы разговариваю с вами, но тет-а-тет. То есть, есть я и есть вы один человек. Но если это будет аудитория, я надеюсь, сто человек. Может, это будет пятьдесят человек. Это будет сложно, потому что вы будете задавать разные вопросы и так далее. И диалог строится очень сложно. Каждый из вас это... Ха-ха. Сорян. в Москве пух. Я еще плохо... Я уже плохо реагирую на это. Ну так вот. Вы будете задавать разные вопросы в разные темы и прочее, поэтому мне будет сложно отвечать одновременно. Одновременно, одновременно. Поэтому пока мы обойдемся этим форматом. Я разговариваю, вы смотрите, вы пишете. Спасибо большое, что вы пишете, спасибо, что комментируете. Я стараюсь отвечать более-менее быстро, адекватно, полно и прочее. я пытаюсь порой вспомнить, что было такого еще важного сегодня вечером, что я не упомянул. Не знаю. Сейчас неожиданно вспомним, что у меня за городом находятся два таких икеевских альбома с дисками всех времен, настоящие, паленые. Находится музыкальный центр с колонками. Вот. И при том, что я все это могу посмотреть в ютюбе, в аппле и так далее, но, конечно же, вот эти старые сидишки, знаете, как у меня самый первый сиди был? Их было два. Мне привез их супруг, муж моей сестры. Это было Queen, какой-то очень суперский альбом, и Queen с Монсеррат Кабалье. И я помню огромнейший музыкальный центр, который меня притащили из Японии в тот момент. Вот эти два диска, все остальное паленка была, а эти два диска, и они есть. И на самом деле, наверное, это очень приятно иметь такие вещи. я пытаюсь вспомнить, что, вот если бы сейчас мне, к примеру, знаете, налить мартини или еще что-нибудь, и что бы я включил, я бы включил Софью Михайловну Ротару. Это так потрясающе. А-а-а, Машу Распутину мосты. Это так классно было. Бетлицкую глаза цветовиски. Конечно же, группа Мираж. Так, все, короче, я заканчиваю, вам уже достаточно моих брений. Ну, это к тому, что, когда у меня есть какое-то вот такое минорное настроение, мне нужно каким-то образом поднять его. И, соответственно, я просто включаю YouTube, и могу смотреть все, что хотите. По музыке там очень много хорошего предлагается. Там Пелагерь, Пелагерь с Дарьей Мороз, Кони. Кони великолепно. Я мог, конечно, уйти куда-нибудь, помните, в сторону кубанских казаков, каким-то был, каким-то и остался. Это и Марина Ладынина, помните? Слушайте, я не мог вспомнить ее памятник, а я показывал вам, кстати говоря, ее памятник на Новодевичьем, Марине Ладынину, да, конечно же. Вот. И в то же время аналог из чего-то как давно вы смотрели? Окей, я понял, что никто не помнит Трое лодки, не считая собаки. Кто помнит Барон Мюнхгаузен, приключения Барона Мюнхгаузена? Кто помнит Средства Макрополоса? Это один из первых мюзиклов с Людмилой Марковной? Кто помнит Кубанских Казаков? Кто помнит Тихий Дом? Ну, короче, кто что помнит? Ладно, давайте. Я стал занудный старый 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 Вот. Ну, у меня такое настроение. Я могу себе позволить в воскресенье вечером повспоминать что-то. И сейчас у меня попалась потрясающая Мерей Матье, которая исполнила французскую версию The winner takes it all. То есть победитель получает все. она исполнила совершенно по-другому. Но очень-очень красивая. Поэтому на этой счастливой ноте заканчиваем. Не знаю, сколько времени. Пора спать уже, наверное, завтра рабочая неделя. Я размещу это специально вечером. Вам отличные недели. Возможно, отличных выходных. Не судите строго. Я всего лишь в своем личном блоге поделился с вами о том, о чем я думаю, что я чувствую и прочее. Потому что не все же мне вас выгуливать по Арбату, хотя все еще впереди. Ну да, ладно. Слушайте. Блин, это пух. Это поле пушера июнь. Вот, ладно, все, я заканчиваю. Пока-пока, до свидания. Хватит бреда. Это был мой, помните, кто помнит, как называется мой влог? Во-первых, это личный влог, а во-вторых, я обозвал его когда-то My Pillow Book. My Pillow Book это один из роскошнейших фильмов Питера Гринлэя, основанный на романах каких-то японских девушек, придворных девушек. Ну, короче говоря, это просто мой дневник, это мой личный влог. Что хочу, то и транслирую. Поэтому я буду признателен, если вы не будете меня хейтить, если вы будете мне писать, ставить лайки и так далее. Вот. Все. Я надеюсь, телефон не сел. Все, пока-пока. Вам доброй ночи. Это я размещу поздно ночью в один из дней, когда я закончу. Пока. Ночи.